МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но только у них нет разрешений от СЭС, и они не платят за место. Естественно, товар в таком случае продается дешевле. Хотя о его происхождении и качестве при покупке лучше не думать. Ну, например, на наш колхозный рынок люди почти, можно сказать, и не заходят. Это с улицы выходит, что они продали подешевле. Начиная с клубники, кончая, и кишки там, и молочные, все-все-все у них на земле стоит. Антисанитария, это вообще ужасно. Туберкулез оттуда. Разные палочки туберкулезные, дисбактериоз, это все оттуда идет. Мы уже санпедстанцию писали, чтобы приехали, посмотрели. Кроме этих, сейчас сели весь ряд вот туда, прямо идешь к вокзалу, вот сейчас у нас выйдешь, все сидят с ящиками, на полу торгуют. Мало того, прилавки поставили, это акимат. Вообще мы не знаем, кто поставил. На каком основании поставили, мы тоже не знаем, кто им разрешили, не разрешили, как у них. У нас вот места свободные, пожалуйста, пусть идут, покупают, становятся, торгуют здесь. Нет же, они все же там торгуют. Они прямо с земли торгуют, баклажками. У нас вот санитарные книги, мы платим налоги. У нас как все положено, каждый день мы проходим лабораторию на это. Невозможно пройти. Везде подавленный виноград, везде шкурки от бананов, где таза кола. Вообще это невыносимо. Пусть уберут эту торговлю. Или же мы закроем павильон. Буквально через несколько минут возмущенные работницы рынка организовали стихийный митинг. И также стихийно собрались разобраться со стихийными торговцами. Все это переросло в стихийную перепалку. Первым досталось торговцам, сидящим прямо за забором, перед входом на внешний двор колхозного рынка. В этом случае торговцы земли не только нарушали закон о стихийной торговле, но и создавали аварийную обстановку. Их лотки стояли прямо на проезжей части. Следующей мишенью для гнева работниц рынка стали открытые торговые ряды, расположенные через дорогу от рынка. Они потребовали от здешних продавцов документы на товар и разрешение на торговлю. Последние ответили, что все разрешения в порядке, но документы не показали. Тем временем рядом проходили покупатели, выбирали овощи и фрукты, торговались с продавцами и настороженно поглядывали на перепалку конкурентов. А как рассказали продавцы открытых павильонов за территорией колхозного рынка, они также платят за аренду и уборку торговых рядов. Часто здесь покупаете фрукты, овощи? Постоянно. И как вам? Все хорошо, цены приемлемые. А вот спрашивали когда-нибудь какие-то документы? Никогда ничего не спрашивали. По-моему, сейчас ни у кого ничего нет. Лишь бы были деньги, остальное можно купить. Ну и как вот по качеству, что вы думаете? Хорошие. Ну а по ценам как? По ценам хорошие. А вот рядом на колхозном рынке? Они всегда там цены повышают. Завышают так, что люди не хотят брать и уходят. Цены нормальные. Вот. Мне, например, нравится. У меня рядышком. Я подошла, купила и домой пошла. А почему вот не на колхозном рынке раньше? Ну мне просто по пути, поэтому я покупаю здесь. А вот по качеству такого никогда не было? Качество одинаковое. Что на колхозном рынке, что здесь. Здесь плохое. Пока ничего не покупала. Перец прекрасный. Все хорошее. Мы платим здесь 120 тысяч за сезон. Платим также за уборку каждый месяц по полторы тысячи тенге. Торгуем всего три месяца в году. Летом, зимой переходим на крытые рынки. Да, здесь дешевле места, чем на колхозном рынке. Поэтому и фрукты, и овощи у нас дешевле. Но мы покупаем все, как и продавцы с колхозки на 41-м разъезде с оптового привоза. Полную легитимность работы мини-рынков и их продавцов подтверждает руководители управляющих компаний Актубе. А вот по поводу борьбы на их территории со стихийной торговлей коммунальщики не спешат рапортовать об успехах. Как говорят полицейские, за этот год стихийным торговцам выписано более 320 административных штрафов. Но эту проблему искоренить, по их мнению, невозможно. Кстати, к открытым торговым рядам у стражей порядка также есть свои претензии. Видя сотрудников полиции, они заранее собирают вещи в эти сумки и теряются из вида. В связи с этим мы в данное время ведем направление совместное с управляющими компаниями. Были также проведены работы с Акиматом, где им были выставлены официальные разрешения, то есть торговые участки. Но сейчас ставится вопрос, чтобы эти торговые точки убрали. Так как данная улица не предназначена для таких торговых точек, так как люди жалуются, что сокращаются пешеходные тротуары, некогда пройти, значит не рассчитано. И сейчас этот вопрос решается. А у представителей городского Акимата на этот счет свое мнение. В городе уже открыто более 20 мини-рынков, в том числе возле Колхозного, а также на Малышке и в районе Нурак-Тобе. На очереди еще семь. По словам руководства отдела предпринимательства, размещаются открытые павильоны в соответствии с архитектурным планом и с разрешением соответствующих инстанций. Утверждение мест или отвод земельных участков для той же самой торговли, для других видов бизнеса, это входит в компетенцию местных исполнительных органов. То есть отвод производится на заседании земельной комиссии, где существуют, где присутствуют все компетентные люди, которые в том числе и архитекторы, и руководители земельного отдела, и депутаты присутствуют, которые сообща принимают общее решение, есть ли необходимость там произвести отвод и открытие мини-рынка или же нет. А завершить наш выпуск мы хотим исторической ремаркой. Это эхо уже далекого 1995 года. Тогда стихийная торговля только начала расцветать. Но уже было понятно, что никакие оперативные мероприятия не помогут изгнать уличных торговцев с доходных мест. Земли реализуют. И мясо, и овощи, фрукты. Все это с земли. Что, конечно, отражается на заболеваемости. Сейчас у нас, тем более, очень жарко. И с самого начала года у нас идет рост острых кишечных инфекций. И проведенный коллекционный наш анализ, мы всю эту заболеваемость связываем именно с рыночной и уличной продукцией, с такими продукциями именно стихийных рынков. Понятно. А вот вы не как работник санэпидемистанции, а как домохозяйка. Вы куда ходите, на какой рынок или в магазины? Я хожу, я покупаю всю продукцию на рынках. Все-таки там порядок, более-менее порядок у санэпидемистана. Сами вы не посещаете стихийный рынок? Нет, я не покупаю со стихийных рынков. Я не покупаю. У нас есть налоговая система, но налог надо за это платить, правильно? На базар для этого создан у нас базар. Вот ближняя на Скуткино стоит. Пожалуйста, рынок Альяна, ДСК стоит. Там торговцы стоят и платят за место. А здесь люди вообще не платят. Поэтому, тем более, жители жалуются за этого в основном мусора. А сегодня, пока в городе открываются новые мини-рынки, торговые места на колхозном постепенно пустеют. Чем объяснить открытую неприязнь работников колхозного рынка к уличным торговцам, конкуренции или заботы о покупателях, в данной ситуации понять несложно. Но это не отменяет того факта, что война со стихийной торговлей, которую власти ведут уже 25 лет, так и не выиграна. Это была рубрика подробностей. И я ее ведущий Антон Пережогин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok